МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За голову схватил? Да, первый раз. Руку держи вот так, ладно? Хорошо. Впереди вот так, повыше, впереди держи. Чтобы, если кинуться на руку, и когда падаешь, пытайся руками шевелить, пока не отпускают они. Когда шевелишь руками, хотя бы дергайся. Чтобы они не переключились на голову. Да. Шлем как вратарь. И все, больше ничего не надо. Деревите, снимайте прямо это. Шлем откатился. Я потому что на спину. Можете, как кинологам ко мне идти. Когда идешь и смотришь, когда собаки готовы, они такие не очень приятные. Вот они готовы уже на тебя. Как бы, да? Неприятно, конечно. Гром – двухкратный чемпион Башкортостана в соревнованиях по многоборью. Это разыскная собака. Сегодня упражнение с фигурантом Гром выполнял на пару с Витасом. В роли условного преступника – журналист. Впервые. Кинологическая служба в России появилась 105 лет назад, 21 июня. В республике ее создали в 1995 году. Сейчас здесь служат 207 сотрудников и 353 собаки. Накануне дня кинологической службы кинологи из правительной колонии номер 13 организовали показательное выступление для детей сотрудников УИС. Сейчас будет происходить выборка человека. Оставлен индивидуальный запах человека, когда ее собака нюхает. И собака по этому запаху выбирает хозяина этого предмета. Ллойд и Найда пока учатся выполнять команды на послушание. Но это не овчарки, как кажется с первого взгляда. Они – волкособы. Вот отец, кобель, черный кобел, блэк, вот этого темненького. Мать 50-процветная, волчица, ляля. Найда у нас уже четвертый пока не получается, четвертый. Там больше собачьи. Но все равно походка, хвост и все манеры волчи осталось. С Ллойдом и Найдой сейчас работают студенты Аграрного университета. Ребята отмечают, что щенки, в отличие от взрослых волкособов, очень общительны. Она любит играться, но ходит общий язык со всеми собаками. Так же и с людьми. Она не боится ни людей, никого. Но, в принципе, по городу, если гулять, она боится транспорта. Через дорогу она переходить боится. Приходится на руках притаскивать. У него проявляются волчьи повадки. Потому что волки, они любят, ну, когда к ним люди подходят, они уползают. Они ждут, когда человек повернется к ним спиной, и они набрасываются им на шею. Ну, они перекусывают сонную артерию. В машину они садятся очень трудно. Мы их затаскиваем на руках сегодня, и всю дорогу было ему плохо. Его укачивать. В будущем они будут выполнять разыскные функции. Волкособы служат в исправительной колонии номер 13 с 2006 года. Интересно, что тренировок с участием фигуранта для них не проводят. Ну, пока их не хотим на рукав, на дресс-костюм. Потому что попробовали. Ну, агрессия здесь, агрессия. Укус очень сильный. И начинает, пытается искать мягкие места. Дресс-костюм мне неинтересный. Интересно открытые места фигуранта. Вы можете сказать, что эти породы более умные? Да, более умные. Собразительнее, потому что они полосам предпятствуют след. Даже учить не надо. У них крови. Служат собаки недолго. Призываются в год, уходят на пенсию в 8-10 лет. После их в свою семью обычно забирают кинологи. Алина Таюпова, телеканал ЮТВ.